В жизни каждого художника однажды наступает момент, когда ты сидишь, рисуешь на бумаге и думаешь «Хм, а что, если у меня появится экранник?» Всем привет! Лёх на связи и давно на этом канале не было обзоров. Обзор на маркеры, обзор на кисти, на банки и прочие материалы, это, конечно, круто. Но сегодня у нас на обзоре вот такой вот здоровый графический монитор от компании XP-Pen. Это мега-крутая штука, и сейчас я вам всё расскажу и покажу. Погнали! Первым делом, открыв коробку, нас встречает сам монитор и кей-планшет. Он был в плёночках, в упаковочке. Так я его уже достаточно долго тестирую. Он сейчас вот так вот лежит просто в коробочке. Дальше снизу у нас футляр со стилусом, пульт управления, документы, кабели и блок питания сборной. Вот такой вот пультик с крутилочкой. Можно зумить, можно всякие штуки ей делать. Дальше у нас идёт футлярчик, в котором находятся стилус, сменные перья и донгл для того, чтобы подключить всё это дело к компьютеру. Ну что ж, поглядим на сам монитор. Он у нас имеет диагональ 16 дюймов и 2К-разрешение. Он просто мега-яркий, мега-сочный по цветам. И делать с ним что-либо вообще одно удовольствие. Рисовать, монтировать на нём видосы достаточно клёво. Он по разрешению больше, чем оба моих основных монитора. Они у меня всего лишь в HD, а этот реально 2К. Он здоровый и крутой. Единственное, чего я бы тут поменял, это рамки. Я думаю, вы видите, насколько они толстые. Но для подобной техники, я думаю, это нормально. Потому что это всё-таки не планшет в прямом понимании, а именно монитор. У него нет тачскрина и работает он исключительно от стилуса. Стилус, кстати, не нужно заряжать. Нужно заряжать только пультик. Об этом я вам расскажу чуть-чуть попозже. Ну что ж, первым посмотрим на сам планшет. Сверху у нас есть кнопочка включения, кнопка регулировки яркости и два варианта подключения. Просто по Type-C, либо по кабелю 3 в 1. О чём я сейчас вам и расскажу. Кабель 3 в 1 это вот такой вот проводочек на одном его конце Type-C, который подключается в сам планшет, а на другом HDMI и два USB-A коннектора. HDMI ставится в ваш видеовыход, то есть видеокарту. Один из этих USB-шников за передачу данных отвечает и один за питание. Их вы тоже подключаете к компьютеру. Поэтому заранее посмотрите, есть ли в вашем компьютере, в вашей видеокарте, видео выход по Type-C. Иначе без кабеля 3 в 1 что-то запустить у вас будет достаточно проблематично. Я пытался использовать разные кабели. Я покупал и DisplayPort на Type-C, и HDMI на Type-C. И докидывал дополнительное питание. Но всё это не работает. Поэтому лучше сразу же взять просто 3 в 1 кабель и не парить себе этим самым мозг. Ну и если у вас современный ноут, то без проблем он тоже должен запуститься просто по Type-C кабелю. Ну а теперь поговорим о стилусе. Стилус поставляется просто в шикарнейшем алюминиевом кейсе. Кейс выглядит просто дорого-богато. Внутри него мы видим сам стилус. Дополнительные перья. 4 пластиковых и 4 фетровых. Реально ощущается, как будто это маркер. Но это диджитал рисование. И это блин круто. Также донгл для подключения к компьютеру. Если что, стилус работает без проводов, без зарядок и прочего. Донгл здесь нужен для подключения пультика, о котором мы поговорим чуть попозже. Ну и место для удобного вытаскивания перьев из стилуса. Что же могу сказать про сам стилус? Он soft-touch. Он вообще очень приятный. В руке лежит удобно. Имеет 3 кнопки. 2 под указательный палец. И 1 на месте резинки. Про резинку вообще отдельный прикол. Я минут 10 пытался понять, как она работает, нажимая на эту кнопку. Потому что в драйвере я поставил, чтобы это был ластик. А его, оказывается, надо было просто перевернуть. И все заработало. Я не знаю. Стилус, как по мне, реально удобный. Имеет 16 тысяч уровней нажатия. Что достаточно немалое число. Потому что все планшеты, которые у меня были до этого, имели 8 тысяч. И, как по мне, достаточно клевая штука. Перьев, не знаю, хватит, наверное. Потому что вот это перо я использую уже 2 недели. И с ним все прекрасно, все хорошо, все классно. Ну и напоследок я оставил самый сочный прикол из этого комплекта. А именно пульт. Пульт имеет 10 программируемых кнопок. На который вы можете поставить абсолютно любые бинды. Будь это Ctrl-C, Ctrl-V. И что вообще вашей душе угодно. Также тут настраиваемая крутилка. Которая вы можете исправлять масштаб. Вы можете ей переключать кисти. Можете делать с ней что угодно. Этот пульт просто имба, которая максимально программируется. И делается вообще под любые ваши нужды. Но вы можете его использовать даже не только как с этим планшетом. А как отдельную, типа маленькую клавиатурку для биндов. Вообще в работе за компьютером. Я допустим вот когда стримлю на ютубе. У меня на этом пультике просто бинды стоят для переключения сцен в ВБС. Это вообще просто имба. Это просто имба штука. Я не знаю. Я считаю это реально очень крутая штучка. Работает она у меня плюс-минус неделю с лишним от одного заряда. Заряжается она по Type-C и очень быстро. Штука реально просто крутейшая. Штука удобная. Плюс этого планшета в том, что в отличие от других экранников. Которых все прикреплено к саму планшету. Эту штуку ты можешь поставить под себя как тебе удобно и где тебе удобно. Ты до нее всегда дотянешься и будешь делать с ней все, что тебе нужно. Это реально, блин, крутейшая штука. Если бы я знал, что такая штука существует раньше. Как я понял, XP-Pen она отдельно не продается. А было бы реально круто, если бы люди могли купить себе в отдельности вот такой вот удобный мегаприкол. Но только-только респект бы отдал за это. Потому что реально пульт это вообще. Вот этому пульту я ставлю 20 из 10. Потому что это самая удобная вещь, которая есть за моим компьютерным столом. И, блин, ну, чуваки, не знаю, но пульт, извините, но пульт это вообще, это мое почтение. Просто мое почтение. Ну, а теперь подведем итог. Могу ли я посоветовать этот планшет людям? Да. Могу сказать четко и ясно. Да. Это реально крутое устройство, если вы начинаете свой путь в диджитале. Даже если у вас был уже когда-то экранный планшет, эта штука реально тот уровень, на который вы перейдете и забудете об обновлении на новое устройство. Потому что реально большой, яркий, сочный экран, хорошее разрешение, реально удобный стилус, мега крутейший пульт, гигантский комплект, да и сам по себе планшет по размеру не маленький. 16 дюймов, ребят, оно для монитора обычного может быть реально малым. Но когда у тебя 16 дюймов рабочей зоны, и когда ты художник, это просто реально круто. Это реально большой, крутой дисплей. Единственное, что да, я бы сделал немножко по уже рамке, потому что они тут достаточно широкие. И некоторым людям в эру так называемого безрамочного дизайна это мало зайдет. Но я как пользователь данного планшета реально скажу, что это очень крутая штука. Она будет полезна многому, 3D-художникам, иллюстраторам, чувакам, которые рисуют анимации, монтажат, делают эффектики и прочие приколы. Это реально крутая, крутой рабочий инструмент для раскрытия своего творческого потенциала, будучи чувачком, который работает в компьютерной сфере, который диджитал-художник, который 3D-шник и прочее. Эту штуку я еще потестировал в спульчинге, и, блин, это вообще крутяк. Это реально мега удобно. Мой вердикт таков. Планшет 10 из 10, стилус 10 из 10. Хотя нет, 9 из 10, потому что добавить бы инструкцию, то что его надо перевернуть, чтобы пользоваться ластиком. Ну и пульт это 20 из 10 самое удобное устройство, которое у меня вообще есть. И это реально круто. Это реально очень крутое устройство. Поэтому большое спасибо ребятам из компании XP-Pen за то, что дали мне данное устройство, чтобы я на него посмотрел, я им попользовался, чтобы я сделал этот ролик. Это реально очень крутая штука. Да, у нас были проблемы с таможней, проблемы с доставками, но этот планшет у меня, и он действительно оправдал все ожидания, которые я вкладывал в это устройство. Оно реально крутое. Спасибо ребят из XP-Pen еще раз, и ссылочка на этот планшет будет в описании этого ролика. Ну что ж, я думаю, вы видели все сами. Эта штука на данный момент является моим основным устройством для рисования. Потому что за компьютером дома я провожу основную часть времени, и, ну, не знаю, можно сказать, мечта чувака, который рисует больше 10 лет, наконец-то сбылась. На данный момент, я думаю, это самое топовое устройство, что у меня вообще было и будет. Поэтому как-то так, чуваки. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, заходите в описание, там по ссылочке вы сможете приобрести вот эту шикарнейшую просто штуку. Рисуйте, прогрессируйте, развивайтесь. Диджитал рисование это круто. С вами был Леха. Спасибо за просмотр. До следующего ролика. Продолжение следует...